Ты придёшь Когда темно И так захочешь тепла ты Не полюбившисься когда-то Ребята, ребята, и мы нашли новый кемпинг, представляете? 10 евро без электричества, 12 евро с электричеством Стоит сколько угодно, такие цены Вот такой здесь автодом увидели На польских номерах, говорит, в Америке катался 2003 года Ему всего 15 лет, свеженький, такой длинный Классный, вот хозяин Мы фаблап-номады У вас фаблап в России? Я знаю, что фаблап это место, где можно сделать что-то Мы сделали два фаблапа в Польше Один в Гдайнске и второй в Варсале Они только начали путешествовать Где-то месяц назад И вот с Польшей сюда приехали Мы начали в Чехии В Чехии В Чехии Италии Италия То есть они планируют этот автодом продать и потом уже поехать в Штаты, Мексику и там путешествовать Но именно этот потом продадут Как можно купить этот школьный бас? Это очень интересно Это необычно Да, ну то есть они купили в Польше у одного молодого человека Я так поняла, что он его со штатов откуда-то привез Привет Привет Меня зовут Юлия Юстина Привет 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 А это фантастик Они продали свой дом Убрали оттуда все стулья Ну то есть все его как бы демонтировали И получается, что загрузили все туда вещи и отправились в путешествие «Сверситуты в автомобиля» « Posselt recommend» «Вair парень же, в drink У дома, в квартиру, в патруках и в сп atéл trouve Utка» «нейшего квартир». «В аппарат». «Ноэ writer я呈ases умido» «Да, ну что так мне надо» «Море по inst Zeus. В новой квартире Palmer». «Уго рче сп semicirки» «Ноэта, наша квартира». «Ноэта, Amerиgart нет» «О Mythота прямо 어느 горях, ноон勝 Rusia» «Если в acho демокеру», «Конаттер πεamazoo» они все делают сами и поэтому как бы это не не так дорого получилось как они сказали ну грубо говоря где-то 3 3 13 14 что ли да то есть если бы они до решили это сделать и еще перевозили бы это из соединенных штатов этот автобус то это бы заняло кучу кучу времени чтобы все это организовать а они просто купили его уже в польше и и и и и и и Субтитры делал DimaTorzok 12 января, видите сколько здесь автодомов стоит Очень много европейцев путешествуют, приехали сюда и прям живут в автодоме На английских номерах, на немецких, на французских Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 субтитры делал DimaTorzok Заглядываем в такой автодом красивый, вот на швейцарских номерах, тут мне уже про него сказали, что мужичок один живет, Хелветик Уан, даже у него канал на ютубе есть, видно то ли его канал. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok У Юли прихватил низ живота, вот мы приехали в клинику, в хоспиталь Теревьеха, Керон, вот время сейчас где-то около 9 вечера, позвонили по страховке, страховка действует, вот тут менеджер договорился, говорит, все едете в клинику, все вам бесплатно, должны все сделать по русской страховке, ребят, потому что еще пока испанскую мы не сделали. Вот клиника Керон И вот Юли, давайте заполнить бумагу, отдали страховку, копию паспорта, отдали нам документы наши Вот ребята, такая комната ожидания, перед врачом Субтитры делал DimaTorzok Ребята, вот пришли мы в русский магазин Здравствуйте 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 А давно уже в русский магазин-то? Ну да, давно уже, в Теревьехе давно Давно уже, сколько, лет десять уже, да? Больше Больше даже? Да Ну я так работаю здесь недавно, всего второй год, а хозяйка магазин уже держит давно, лет 15, наверное, уже в Теревьехе она А как у вас конкурируется, потому что я слышал, что в Теревехе три русских магазина Ну есть, мы не конкурируем Нет? Нет, абсолютно Народу хватает везде достаточно А много вообще ходит, да? Из-за русскоязычных новых Теревьехи, поэтому я думаю, что ходит, да? Достаточно, да, у каждого свой магазин Все привыкают Ну да, я вот тархун даже взял Ребят, смотрите, ребят, он соскучился по тархуну И тем более тархун какой-то здесь грузинский, да? Грузинский, да, на тактаре А здесь все продукты из Германии, как я знаю, да? Да Ведь из России прям не возят, да здесь? Ну, напрямую нет, все через Германию идет Все через Германию, да? Просто я так слышал, что в Германии даже с русскими вот наклейками, ну, все делают полностью, да? Пойду посмотрю Ого, все Все Магнит Горчица, селедочка Ребят, почему скучает русская душа? Вот Юля по зефиру скучала, я вот по тархуну Ну, мы решили ехать в гости Да Вот тут халва, ребят Халва, правда, дороже стоит, по-моему, да? Или дороже стоит? Да Вот, ребят, кусочек халвы такой стоит рубль восемьдесят Евро восемьдесят В России, по-моему, она подешевле, я чуть вспомню Водочка стоит В России попали прям Мороженый кавамбир Вот пошли пельмени Омские пельмени 6.30 Вот пельмени 3.20 Варя ешка С картошкой с жареным луком Варя ешка Варя ешка Варя ешка Варя ешка Вот московский Провансаль Стоит 90 центов, кефир 1,60 евро. Вот, ребята, наша Балтика, офигенно. Я что-то прямо с детства помню, что Балтика девятка здесь до сих пор продается. Экстра Балтика пятерка, семерка. Почему мысль такая была уехать из Ульяновска в Испанию? Да я даже не могу сказать. Уехали, понравилось, остались. Это всей семьей, да? Я уже живела здесь в 19 лет. В 19 лет, это так давно уже? Да, уже давно. Я тут присидентся больше из Саратова, а вы что-то в Сульяновске как-то странно. Ну, в Сульяновске, да. 13 лет вообще в другом регионе прожили, это Мурсианский регион. Мы тоже там были, да, знаем. Мы там 13 лет прожили. В Мурсии, да? А, а сейчас сюда? Приехали сюда, да. Здесь комфортнее. К морю поближе. А, к морю или потому, что здесь русские тревьеры, да? Не то, что русские тревьеры, здесь очень много, конечно, русских. Ну, я думаю, что это у нас еще не окончательный, как бы сказать. А, вы еще в любое место поедете? Привал. Просто сын надо заниматься футболом и очень профессионально достаточно. Может быть, куда-то еще придется переехать. Прибивают? Да. Так что 23. Вот так здесь хорошо тепло. Клифт очень хороший. Ну, да, мы, кстати, заметили дождей вообще нету здесь. Да, дождей нет. Здесь у меня в Мурсии мне астма как бы была, и мне было достаточно, да, намного тяжело сюда приехать. У меня за пять лет сколько мы здесь шоу, у меня ни разу не было ни одного призма. Правда, да? Хотя, вроде Мурсии не так далеко и все равно отличается, да? Да, ну, здесь очень хорошо. Здесь рядом с Алинасой, у нас и дом там рядом с Алинасой, и я себя чувствую здесь очень хорошо. А какой страховой компанией пользуетесь? А то у нас сейчас вопрос решаемый. Или у вас бесплатная? У нас страховая компания, ну, мы работаем, у нас бесплатное обслуживание. А, у вас потому что здесь официально работает, да? Да, официально все. Ну, так же у нас есть страховые полюса, страховые полюсы, у нас есть страховка на жизнь, на все. А что мерить здесь очень дорого. Дорого мерить? Да. А сколько это примерно дорого-то? Дорого? Ну, если так, чтобы здесь все как сделать, то, ну, тысяч шесть-семь надо будет. Евро? Да. Чтобы умереть? А у нас. Серьезно? Так что здесь сейчас нужно. В смысле, здесь страховки нет, да? Если нет страховки, да. Понятно. А почему так что-то накладывать, что ли, так довести дорого стоит или еще? Ну, Леш, ты не интересовался, у нас сейчас тоже дорого. Да? Здесь испанцы сразу только рождаются и сразу страхуются. Даже они… На смерть еще сразу, да? На счет этого они, да. Ну, у нас фамилия страховка. Поплотим, поплотим. Поплотим. Музыка. 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 И мы сегодня смотрим апартаменты, которые нам предлагают купить такой вход. Эти тут дровами топят. Вот здесь домам 25 лет Заходим Камин Стол Вот такая кухня Стоит хамон Кухня такая Да, фотография все гораздо больше А тут все маленькое Кухонька симпатичная А вот такие апартаменты сколько будут стоить в аренду? В аренду в районе 500-600 евро в месяц В месяц, да? Это два этажа, да? Все необходимое есть Три этажа Вот еще тут такая бытовая комната Где вот стирать Для 25 лет она так хорошо выглядит, так свеженько И вот кухня такая Спальня, да? Это 100 тысяч евро, да? 110-500 Еще плюс налог Так, а мы идем на третий этаж И диванчик небольшой еще один И вот мы идем к бассейну На всей урбанизации Здесь два бассейна даже Такой бассейн Для купания И мы сегодня в гостях у наших друзей Алена и Сергею Привет! 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 Сергею даже несколько словно это по-русски Алена Приветик, Ален! И сегодня Сергея по-правильному режет хамон Как нужно Вот они его почти уже съели Но еще немножко осталось Для нас мы присоединимся Да-да-да-да-да Но праздники прошли Новогодние Так что и хамон тоже закончился Ну да-да-да Вот и подъели мы Вот это правильно сейчас режешь, да, Ален? Как правильно? Вообще есть какая-то технология резать хамон? Примерно tienes que poner la mano aquí Мой importante Потому что если ты estás cortando así Понешь la mano aquí Сева кучило И corta la mano Вот так переводи Может порезать руку Нельзя ставить руку здесь А, правильно сюда руку ставить Сначала снять шкуру И потом начать резать все Уже закончился И то, что возможно с него срезать Вот он сейчас пробует Ну тут еще много всего, кстати Можно еще облизать его Да-да-да Ален, а сколько вообще вот хамона хватает? Месяца на два хватает Такого большого, да? Получается? Я не знаю, сколько дуро это хамон Мы кем два месяца И два месяца Два месяца, ребят, хватает Да, всегда Каждый день Когда мы его кушали Каждый день практически Спасибо, спасибо Ну, например, он же Мне нравится Допустим На кукушку На обед, на ужин Мне нравится Тастадо с хамоном Томаты Тастадо Томаты и хамон И можно, допустим, когда ты обед Мы, допустим, приходим домой Начинаем готовить Скушали немножко хамона Уже не голодный И можешь дальше готовить А, вот так даже, да? Сразу Я говорю, что когда мы начинаем кушать Мы сначала cortаем хамон И когда мы кушаем хамон И ты действительно не плачешь И ты можешь спокойно готовить И ты не можешь кушать как хамончик, да? Ммм? Что? Не будет чувствовать Супер Они же разные думают Вот как выбрать хороший хамон? И я привыкла Какая дифференция хамона Хамон А и хамон и берико А и хамон и берико Коэсс 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 Хамон и берико Он стоит очень дорого Это дорого, да? 500 евро Это вот этот хамон стоит? Нет Хамон и берико стоит А, и берико Это 100 А, 100 евро, да? 100 евро Вот, ребята, этот стоил 100 евро Это не дешевый, как бы он Хамон и берико Тьена пата негра Угу Это обычный хамон Коэсс 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 По праздникам Это необычные свинья А, такая, которая Кушают жёлуди А, жёлуди То есть у них специальная еда У них специальная еда И поэтому он считается healthy Экологически чистый И поэтому Стоит 500 евро Он очень полезен для циркуляции крови Для Сердца Испанцы выросли на Вот они На таких хамонах, да? На таких хамонах Вы получите отец постоянно покупал хамоны и с самого детства они привыкли кушать я дело в том что я здесь подсела в испании на москве то у нас москве хамона не было но они есть там не популярно так старинные часы жизнь невозможно повернуть назад и время ненависть не остановишь пусть не объятна ночь и дать рук в мой дом еще идут старинные часы старинные часы еще идут старинные часы свидетели судьбы когда ты в дом ходил а а а а а а а Белые жутья после смерти, Без или и в общем без судьбы. Какое право тело вам! До себя! Ряд кем пришли повеселиться мы. А-а-а-а-а-а-некима! Слоу-голом! Ура! Забрал запчасть, шрус на Вольво. 77 евро он стоит. Сколько? 77. Ага. И сейчас я буду менять его. Что здесь написано? Китай. По-русски что ли? Нет, по-русски. А как он, с России что ли, откуда он? А откуда он вообще? Шрус, да? Откуда он? Юр, как так бывает что с Россией? Как тебе бывает? Оказывается шрус с Россией в Испанию. Вот это ни хрена себе написано по-русски шрус. Ура! 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 Ура!